Я твой отец. Папка! Родненький! Я знал, я знал, кто ты меня найдёшь! Драму Сергея Бондарчука по одноимённому рассказу Михаила Шолохова сегодня называют одним из лучших советских фильмов о войне. А когда, в конце 50-х, режиссёр-дебютант заявил о намерении снять этот фильм, эта идея вызвала сомнения и у руководства Мосфильма, и у самого писателя. Почему Шолохов не верил в то, что Бондарчук справится и с режиссурой, и с исполнением главной роли? И как сложилась судьба юного актёра, сыгравшего беспризорника Ванюшу? И не только. Смотрите в этом видео, не переключайтесь. За что же ты жизнь меня так покалечила? За что так исказнила? Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» был опубликован в газете «Правда» в конце 1956-го, начале 57-х годов. Как только Сергей Бондарчук его прочитал, он загорелся желанием снять по этому произведению фильм. Он рассказывал, прочитал и потом, что бы ни делал, о чём бы ни думал, «Я видел лишь Андрея Соколова, его мальчонку, его жену, разлив Дона, войну, фашистский концлагерь. Снять этот фильм стало для меня больше, чем творческим планом, больше, чем мечтой. Это стало целью моей жизни». Вот только с реализацией этого замысла возникло немало сложностей. Дело в том, что к тому моменту Сергей Бондарчук уже был востребованным и популярным актёром, известным по главным ролям в фильмах «Молодая гвардия», «Тарас Шевченко», «Оттелло», «Попрыгуния». Но у него ещё совсем не было режиссёрского опыта. Этот фильм должен был стать его дебютом. Шолохов сомневался в том, что 36-летний режиссёр-дебютант справится с этой задачей. А руководство Мосфильма считало, что материала хватит только для короткометражного фильма. Но Бондарчук не стал ждать решения. С постановкой и приступил к работе. По совету писателя он побывал на его родине – в Станице, Вёшинской, в Ростовской области. Тем временем редактор Шолохова Юрий Лукин и литературный секретарь писателя Фёдор Шахмагонов приступили к написанию сценария. В конце 1957 года их текст был принят Мосфильмом без замечаний и правок. Сомнение у писателя вызывало и намерение Бондарчука сыграть главную роль – фронтовика Андрея Соколова, побывавшего в плену. Бондарчук рассказывал, поначалу у него было недоверие ко мне, человеку городскому. Смогу ли влезть в шкуру Андрея Соколова, характера, увиденного в самой сердцевине народной жизни? Он долго рассматривал мои руки и сказал, у Соколова-то руки другие. Позже, уже находясь со съемочной группе в станице, я, одетый в костюм Соколова, постучался в калитку Шолоховского дома. Он не сразу узнал меня, а когда узнал, улыбнулся и про руки больше не говорил. Сергей Бондарчук был настолько одержим этой идеей и так самозабвенно работал над образом, что в результате писатель издался и признал его стопроцентное попадание в образ. Позже эту работу назвали одной из самых сильных и точных фильмографий Бондарчука. Риск состоял и в том, что это был достаточно сложный материал для режиссера-дебютанта, ведь он намеревался нарушить одну из табу в советском кино – тему военного плена. Признанный мэтр Михаил Шолохов мог себе позволить сделать главным героем своего произведения бывшего военнопленного, который еще несколько лет назад однозначно был бы причастен к врагам народа. А вот начинающему режиссеру говорить о том, о чем тогда в кино предпочитали молчать, было очень рискованно. К тому же его, Андрей Соколов, по словам оператора фильма Владимира Монахова, хоть и положительный герой, но не примитивно-канонический, неходячий набор всех мыслимых добродетелей, который точно и заранее знает на все случаи жизни, что хорошо и что плохо. Если Бондарчук был абсолютно уверен в том, что главную мужскую роль исполнит он сам, то с поиском юного актера на роль беспризорного сироты Ванюшки, которого решают усыновить Андрей Соколов, тоже возникли сложности. Режиссер посмотрел более ста прецедентов среди детей, но нужный типаж не мог найти долгое время. Однажды, во время показа детского фильма «В доме кино» он столкнулся с обаятельным пятилетним мальчиком Павликом Борискиным. Бондарчук поговорил с его отцом и предложил ему привезти сына на пробы. По другой версии, он был знаком с его отцом очень давно. Они учились во ВГИКе на параллельных курсах, и тот сам предложил ему пригласить сына на пробы. Как бы то ни было, режиссерское чутье Бондарчука не подвело. Мальчик справился с поставленными задачами блестяще. Шолохов тоже одобрил этот выбор. Родным отцом Павлика был актер Владимир Борискин. Под этой фамилией юный актер и упоминается в титрах. Эй, Ванюшка, как сегодня дела? Откуда вы знаете, дядя, что меня Ваня зовут? Но отец сильно пил, из-за чего семья распалась как раз в тот момент, когда Павлик снимался в «Судьбе человека». Когда мальчику было 9 лет, у него появился отчим-режиссер Евгений Полунин, который дал ему свое отчество и фамилию, и воспитывал его как родного сына. Так Павлик повторил судьбу своего экранного героя Ванюши, которого тоже воспитал приемный отец. На время съемок Бондарчук в какой-то степени действительно заменил ему отца. Он относился к мальчику очень трепетно и внимательно. Всюду брал его с собой, помогал заучивать текст роли на слух, ведь Павлик тогда еще не умел читать. И режиссер вызвал такое доверие у ребенка, что самая яркая сцена фильма получилась очень пронзительной и достоверной, когда Ванюша бросается на шею к Соколову с криком «Папка, родненький, я знал, что ты меня найдешь». Спустя годы Павел Полунин вспоминал. Сергей Федорович рассказывал сказки. «Был очень ласков, я знал, что рядом со мной есть крепкое мужское плечо, на которое могу опереться. Между нами появилась особая связь. Со мной разговаривали как с настоящим актером, а вот капризничать не позволяли. Мама быстро на место ставила. Правда, один раз Сергей Федорович довел меня до слез. Забраковал головной убор, который мне дали на съемку. Слишком чистый для беспризорника. Рядом толпились местные пацаны. Бондарчук подошел к одному, отдал мою фражку, а мне на голову нахлобучил засаленную кепку. От обиды я разревелся. Тогда я не понимал, о чем фильм. Эпизод у чайной мы снимали под Воронежем. Меня облачили в лохмотье, включили камеру, и тут к Бондарчуку подошла местная жительница. Что же это у вас ребенок такой бедненький и голодный? Возьмите, мы кое-что ему собрали. Одежонку, пирогов напекли. Это было так трогательно. После войны прошло совсем немного времени. Однако люди не очерствели душой и были готовы отдать последнее. На протяжении следующих семи лет после выхода фильма «Судьба человека» Павлик снялся еще в десяти фильмах. Конечно, он мечтал об актерской профессии, но этой мечте так и не суждено было осуществиться. После окончания школы он трижды пытался поступить во ВГИК, но все попытки оказались безуспешными. Павел Полунин сменил несколько профессий. Он работал и учеником слесаря, и инженером, и секретарем в обкоме комсомола, и заводделом в бюро молодежного туризма, и продавцом автозапчастей, и, наконец, таксистом. В кино Полунин больше никогда не снимался. К тому, как сложилась его судьба, Полунин относился философски. «Мне все равно повезло, я хотя бы в десяти фильмах снялся, а некоторые снимутся в одном, и на этом все. В «Аннушке» игрался с Копцовой, супругой Бондарчука, а в первом свидании с Афанасием Кочетковым, а в «Заре» навстречу с Олегом Анофриевым и Александром Краве. Звездной болезнью не заболел. Не спился. Нормально живу», — говорил он. Роль Ирины, жены Андрея Соколова, которую он крепко любил, сыграла в этой экранизации Зинаида Кириенко. На эту роль выбрал Кириенко сам Шолохов. Произошло это неожиданно и для нее самой, и для режиссера, и, может быть, для самого автора рассказа. А вышло так, что в тот момент в Вешенскую, не сговариваясь, приехали представители двух съемочных групп. Режиссер Сергей Герасимов, а с ними Кириенко, прибыл, чтобы показать третью серию «Тихого дона». В этой экранизации актриса играла Наталью, нелюбимую жену Григория Мелехова. А режиссер Бондарчук вместе со своим оператором присматривал в окрестностях станицы натуру для съемок «Судьбы человека». Шолохов их всех позвал в гости, а во время застолья поинтересовался он Бондарчука, нашел ли тот Ирину. Бондарчук ответил, что есть у него одна актриса на примете, но окончательно в своем решении он не утвердился, поскольку найти такую женщину, которая бы подошла под описание Ирины в рассказе, «Очень непросто». «Так чего тебе искать-то», — сказал Шолохов. «Вот она сидит». И показал на Зинаиду Кириенко. Это оказалось равносильным утверждению на роль худсовета Мосфильма, причем без проб. Зинаида Кириенко вспоминала, что большое смущение у нее, режиссера и оператора, вызвала та сцена, где Ирина впервые кормит грудью ребенка. Причем у мужчины едва ли не больше, чем у нее. Советское кино было в те годы целомудренным. Обнаженное тело появлялось в кадре только в каких-то очень исключительных случаях. Режиссер и оператор во время съемок вели себя настолько деликатно, что Кириенко в какой-то момент почувствовала себя Мадонной с младенцем. А перед той сценой, когда Андрей уходил на войну, Ирина прощалась с ним на вокзале, не хотела его отпускать, предчувствуя, что никогда уже не увидит, Бондарчук неожиданно посоветовал актрисе разбудить в себе Наталью из Тихого Дона. Вспомни, как ты, Григорий, неистово проклинала. Давай, в той же степени. Фильм «Судьба человека» стала настоящим событием и для советского, и для мирового кинематографа. В 1959 году его посмотрело больше 39 миллионов зрителей в СССР. За эту работу Сергей Бондарчук получил Ленинскую премию. Главный приз на международном кинофестивале в Лакарно. Большой приз на международном кинофестивале в Москве. Специальный приз на международном кинофестивале в Карловых Варах. Родоначальник итальянского неореализма Проберто Расселлини говорил об этом фильме. Это самое сильное, самое великое, что было снято в войне. Но, наверное, самой большой наградой для создателей картины стала реакция на фильм Шолохова. Перед всесоюзной премьерой судьбу человека повезли в Вершинскую. Шолохов смотрел и, смущаясь своих эмоций, смахивал с глаз слезы.